Девушки отдыхают Висит табличка «Закрыто». Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Леонид Марголин и Алиса Селезнёва. Сегодня в программе. Утренний глоток свежего воздуха и порция красоты. В старейшем ботаническом саду столицы. Высокая скорость, крутые виражи и прыжки с трамплинов. Велошоу от красивой девушки. Модный тренд своими руками. Создаём браслет из натуральных камней. Свежее утро Ивана Скобрева. На льду с прославленным конькобежцем. Алис, привет. А ты что так оделась? Ты сам сказал, в лес пойдём. А для меня лес плюс утро, это поход за грибами. Ну это же не такой лес, чтобы за грибами пойти, Алис. Ну я вообще-то и сама вижу, конечно. Нет, съедобные грибы в центре Москвы я бы собирать не стала. Найти грибы в центре Москвы можно, но только в супермаркете. А это вот, посмотри, это вот такое место, где есть тропические деревья. Это? Да. Вон, посмотри, экзотические растения. Слушай, ну правда, это... В пруду редкие рыбы плавают. Это что за джунгли внутри каменных джунглей? Это аптекарский огород. Огород. Теперь ещё и грябки полоть. Лень, ну вот зачем мы сюда пришли, скажи мне, пожалуйста. Нет, сначала ты сказал, что мы пойдём в лес. Да. Потом ты сам называешь это место огородом. Да. А я везде читаю, вон, там написано, ботанический сад. И тем не менее мы находимся в здании. Но это не очень обычное место, Алис. Я решил привезти тебя сюда. В принципе, я уже сама успела удивиться, так что с этим не поспоришь. Ты мне сначала скажешь, ты студентка вообще? Нет. Может, ты пенсионер? Вообще-то ещё нет. У тебя что, никаких льгот нет? Ну, знаешь, если уж пошёл такой разговор. Я у нас вообще-то ведущая программы из просоний. Так что давай, пускай меня. А, ну тогда проходи. Проходите. Я всё-таки... Давайте я вам всё покажу, что у нас здесь есть. Здесь у нас лестница. Проходите. Да, да, да. По утрам здесь настоящая идиллия. Садовники неспеша поливают цветы и подметают дорожки. Перетаскивают землю в ведрах и пропалывают грядки. И такой распорядок не меняется уже 300 лет подряд. Ведь это самый старый ботанический заповедник России – аптекарский огород. Уникален этот сад тем, что это старейшее ботаническое учреждение России. И три века на этой территории люди выращивали растения. Вот эти... Здесь древние растения окружены современным творчеством ландшафтных дизайнеров. Вот настоящая иллюстрация японской гравюры – большая декоративная волна, сделанная из тростника. Спускается она в пруд с красными рыбами. Чем не кусок Японии в русском саду? Эта инсталляция – одна из тематических выставок аптекарского огорода. Рядом находится заводь с пресноводными черепахами. Увидеть их в полном составе можно только утром. Пока светит солнце, черепахи выбираются на сушу греться. Вот, интересно, я тут глубоко, интересно. Ты нормально, что ли? Аккуратнее, ну, осторожно. Я что-то шутил, Алис. Так, стоим. Стоим, стоим, стоим. Ух ты! Это кто? Это кто такие? Эй, черепаха! Лёнь, я тебе говорю, это мой тортик. У меня в детстве был такой же. Точно такой же. Он, правда, исчез в один день. Мама и папа сказали, что он ехал на Черепаший остров, к Камазировку. Я тогда не поверила, а сейчас не вижу. Точно, Оль, видишь, царапина на панцирах? Алис. Это я его стулом тогда. Ты серьезно веришь? Да мой тортик, ну ты что, я думала, что она черепаха была. Вот этот вот тортик, это который твой... Да, тортик, тортик. Алис, Алис. Эй, Алиса. Алиса, как бы тебе объяснить? Забудь. Тортик уже съели? Не съели. Это тортик. Это твой тортик. Он тебя узнал. Но настоящая гордость аптекарского огорода – это оранжерея. Она представляет собой стеклянное двухэтажное здание, внутри которого спрятаны настоящие джунгли. Кроме открытого грунта, у нас еще есть и оранжерея, где собрана коллекция тропических растений. В частности, мы проводим фестиваль орхидей, открыли недавно новую экспозицию суккулентов, растений, пустынь. Поэтому круглый год в нашем саду есть живые растения, на которые стоит посмотреть. Настоящая порция кислорода. Цветы распускаются в течение всего дня, и особо терпеливые могут лично посмотреть за процессом. Работа в оранжереи длится до самого вечера. Садовники постоянно поливают и протирают листья этих капризных растений. Аптекарский огород основан в 1706 году по указу Петра I для выращивания лекарственных растений. Отсюда, собственно, и название сада. Но очень скоро огород превратится в место ботанического паломничества. Даже сам Петр не удержался и посадил в саду три хвойных дерева – ель, пихту и лиственницу, чтобы люди их различия понимали. В нашем саду можно увидеть старинные деревья, возраст которых составляет около 300 лет. Это и лиственница Петра I, и дуб Гофмана, одного из первых университетских директоров сада. Теперь под тенью старых петровских деревьев гуляют совсем маленькие посетители. Тихий и уютный парк детям очень нравится. Да и мамы спокойны. Здесь то место, где я точно могу его выпустить, ползать на травку, где-то на камешке. И ему, конечно, нравится. Все время быть в коляске не так интересно. И все-таки, ты знаешь, хорошо вот так вот вырваться из городской суеты на природу, но при этом оставаясь в городе. Илья, а может кто-то не любит, понимаешь, вот такой спокойный отдых? Может кому-то нужны экстремальные условия на больших скоростях, с риском для жизни? Ты опять, что ли, с собой маунтинбайк взяла? Привязала его к дереву, которое посадил великий писатель? Ты видел, там стоит еще? Я видел, стоит там, да. А если бы я его привязала снаружи, его бы быстро украли? Алис, зачем вообще ты искаешь с собой этот маунтинбайк? А мне потому что надо кое-куда встретиться кое с кем. С момента, как первый экстремальщик решил запрыгнуть на своем велосипеде на ближайшую скамейку, прошло чуть более 20 лет. За это время прыжки и трюки на велосипедах превратились в настоящее спортивное движение под названием «Велотриал». Вероника Тарасова – одна из немногих девушек, решивших променять спокойные велопрогулки на сложные прыжки и опасные маршруты. А в спорт она попала совершенно случайно, из любопытства ради. Я ехала на обычном велосипеде у себя на районе, смотрю, парень едет на велосипеде без сидения. Думаю, как это так, интересно. Залезла в интернет, посмотрела, меня это очень заинтересовало, то есть, что на велосипеде можно не только ездить, а еще делать трюки, прыгать. Ну, приобрела велосипед, стала заниматься. Всего за 4 года девушка стала чемпионкой России по велотриалу, и теперь она желанный гость на всех тематических фестивалях. «У нас выступления есть, нас приглашают на корпоративы, всякие фестивали, на открытия, в автосалоны. Ну, ездим на соревнования, работы много». У настоящего велотриальщика есть как минимум два велосипеда. Один низкий, без сидения, для прыжков и трюков. Другой высокий, спортивный, для обычной езды. Это не считая специальных костюмов и защитных элементов. Ведь каким бы опытным ни был спортсмен, безопасность превыше всего. «Экипировка велотриалиста, ну, обязательно шлем, щитки на колено, потому что очень часто ноги слетают с педали, а на педали шипчики, которыми мы цепляемся, чтобы поднять за собой велосипед. Перчатки, потому что очень часто мозоли на руках, так как сильное трение об руль». Чтобы поддерживать себя в форме, спортсменка тренируется по четыре часа каждый день. Это время отводится на прыжки и трюковые элементы. После она пересаживается на другой велосипед и проезжает как минимум 20 километров. Но скучным прогулкам Вероника предпочитает освоение новых маршрутов. Для этого к стандартной экипировке добавились технические гаджеты. В частности, камера Sony Action Cam. С ее помощью можно сделать высококлассное видео своего заезда. Встроенный стабилизатор изображения SteadyShot уменьшает дрожание камеры и сохраняет четкость отснятого материала. Пульт дистанционного управления надевает на руки. На его дисплее видно изображение с камерой и в любой момент она может запустить или остановить видеосъемку, а также поменять настройки. У спортсменки в запасе достаточно времени. Заряда аккумулятора хватит на целых два часа съемки. А впереди – необкатанная ранее лесная зона. Чтобы о новом маршруте узнали друзья-спортсмены, Веронике достаточно загрузить видео с камеры на ноутбук. Благодаря встроенной в камеру функции GPS, скоро всем станет доступна карта пройденного маршрута. В видеоролике можно показать скорость и время, за которое маршрут был пройден. Когда Вероника тренируется в парке, то редко остается незамеченной. Крупкая девушка, которая выполняет опасные и сложные трюки, конечно, привлекает внимание. Многие люди на улицах восхищаются. Даже пожилое поколение радуются, улыбаются, говорят «молодец». А есть и некоторые, которые, ну, против. Говорят, типа, это парковая зона, здесь дети, нужно быть очень аккуратным. Но я знаю, что делаю. Все под контролем. И если спорт – это жизнь, то Вероника живет очень экстремально. Впереди еще три часа тренировок и пара новых маршрутов. Успеть бы до захода солнца. Удивительно, да? Да. Создаст же природа. И не говори даже. Я никогда не думал, что человек сделает что-нибудь, что превзойдет саму природу. Ну, вот что превзойдет, то это, конечно, нет. Вот тут ты прав абсолютно. Но вот что-нибудь по ее, так сказать, мотивам... Вот ты права. Даже спорить не стану. Лень, то есть как-то ты не станешь со мной спорить. Ты же всегда это делаешь. Я тебе слава, ты мне два. У нас завязывается беседа, а тут ты даже спорить отказываешься. Ты обленился просто, тебе лень. Тебе даже лень со мной спорить стала. Ну, это просто вообще что-то. А он теперь еще и спорить не будет. Я никогда не пойму женщину. Красота и блеск кристаллов всегда манили людей. Нашим предкам казалось, если носить кристаллы при себе, то их красота и пленительная сила передастся и владельцу. Так появились первые украшения. За тысячелетия цивилизации ничего не изменилось. Люди по-прежнему верят в силу камней и пленяются их красотой. Вот эта витрина, это самые, мне кажется, самые вообще красивые камни. Разве можно глаз оторвать от этой красоты и посмотреть, как она играет? В наше время можно не только купить понравившееся украшение, но и создать его самому, ориентируясь на собственные вкусы и фантазию. Браслеты на резинке, это, вот, наверное, это и есть тренд нашего времени. С подвесками, и подвески абсолютно разные. Вообще, все, что тебе хочется, как чармы вот этого, сердечки, бабочки. Хочется какой-то романтики, я не знаю, какое-то волшебство, сказки. И все это может она собрать в этом прослете своем. Наиболее популярный камень для украшений – розовый кварц. Его выбирают за нежную окраску и доступную цену. Из этого вот банальный браслет и вот с таким сердечком. Можно сделать три сердечка, но это уже, я думаю, знаете, как надо ориентироваться на возраст женщины. Если это молодая девушка, ей достаточно буквально одного сердечка и дальше добавить мелкими бусинами банально браслет. На мастер-классы по созданию украшений приходят не только юные девушки, но и мамы с детьми, и женщины в возрасте. Подруга, мы ей собирали браслет, мне где-то в районе 35, и она говорит, я говорю, давай бабочек повесим. Она говорит, Даша, ну я же взрослая женщина, какие бабочки? Пауза такая и давай стрекозок. В мастерской Дарьи есть украшения на любой вкус. Самое главное, конечно, это возможность выбора цвета. Вот, выбирайте цвет. Выбор цвета будущего украшения своего рода тест. Каждый выбирает тот оттенок, который ближе к его душевному состоянию. Цвет выбираем. Я люблю подсветы улака. Выбранные камешки-бусинки выкладываются на планшет. Средняя длина браслета 16 сантиметров. Это примерно 16 крупных бусин. Затем выбираем фурнитуру, которой будем перекладывать бусины. С ними браслет выглядит наряднее. Чередуем бусины с бисером, или просто вставляем через каждые несколько бусин стразы и фурнитуру контрастного цвета. И, конечно, украсим браслет подвесками-чармами, пленившими сердца всех без исключения женщин. Теперь мы действуем на самые сокровенные. Закоулочки женского сердца. Мы выкладываем чармы. Чармы бывают разной формы и тематики. Просто бусины на подвеске в виде сердечек и медвежат. Как символы желания, например, в виде крохотного автомобиля. И котят, и даже вишенки. Наверное, самое сложное в этом увлекательном процессе остановиться и выбрать из всего многообразия несколько подвесок. Ты представь себе, как он будет у тебя на руке. В принципе, достаточно одной-трех игрушек. Одна-две-три. Последним надо нанизывать на резинку бейл с игрушкой. Под ним спрячется и станет незаметным узел. Ура! Браслет готов. Алиса. Так. Посмотри, вот это вот дерево, вот это. Огромное. Посадил в свое время Петр Первый. Да ну не. Серьезно. Лёнь, а вообще-то, в принципе, бумахать могло за это время, да? Да, 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 посмотри, какого. Да. А вот та береза, видишь, вот эта? Вижу. Ее посадил знаменитый русский писатель. Вот ты, Лёнь, откуда все это знаешь, скажи мне, пожалуйста? Ты что, выписываешь журналы, космотокуль? Или какой-нибудь топ-зэ-дук, например? Алиса. Чем о тебе не знаем, а? Алиса, между прочим, ты опоздал на два часа. И пока тебя не было, я здесь ходил с гидом. И он мне все рассказал про эти деревья. Гид не рассказал, почему у меня не было два часа? Ты еще издеваться будешь? Не, не буду издеваться, я правда, я читала передовицу, я пока читала, я проехала свою остановку, но там была очень интересная статья. Между прочим, я бы тебе тоже бы рекомендовала почитать ее, правда. На тебя очень плохо влияют средства массовой информации. Ну почему же плохо? Очень хорошо. И мы сейчас все в этом убедимся. Да? Утро конькобежца Ивана Скобрева начинается в кафе. Сегодня у него есть время позавтракать, он пришел пораньше. Вообще, Иван человек пунктуальный. Отчасти из-за того, что дома проспать спортсмену не дадут. Как только просыпается мой старший сын, первым делом, что он делает, это бежит к нам в комнату и начинает будить меня с супругой. Так что обычно это в часов 8, в полдевятого проспать долго, увы, не удается. Каким бы плотным ни был график спортсмена, он всегда успевает покормить детей завтраком и отвезти в детский сад. Разобравшись с домашними делами, отправляется на тренировку. Честно говоря, очень непростой сейчас режим. По 5 часов приходится проводить на льду. В этом году Иван сделал перерыв в карьере конькобежца ради карьеры фигуриста. Иван примет участие в новом сезоне ледникового шоу. Ну и сейчас надо получить удовольствие, делать что-то невероятное на льду, что, в принципе, мы делаем каждую тренировку. Ради нового спортивного интереса пришлось значительно сбросить вес. Раньше Ивану-конькобежцу нужны были сила и мышцы. А теперь Ивану-фигуристу необходимы гибкость и легкость. Похудел сразу на 5, потому что мало силовых тренировок, которые мы делали в зале. Мышцы, может быть, немного спали. При такой загрузке спортсмен всегда соблюдает спортивный режим. Тренируется ежедневно, ложится рано. А вот со спортивным питанием дела обстоят хуже. Порой на это самое питание просто не хватает времени. Завтраку с утра дома, а потом на обед время не хватает. На льду, если что-нибудь перекусишь, кто-нибудь печенюшку принёс на кухню к нам, в раздевалку, то ты ещё сидишь, если нет, то уже ждёшь ужина, чтобы поесть. Поэтому такое больше двухразовое питание. Но ни сильные нагрузки, ни гастрономические издержки не способны испортить настроение новоиспечённому фигуристу. Ведь теперь на льду он может себе позволить намного больше. В частности, проявлять артистизм, менять амплуа и костюмы. Я там был и учителем уже, и военным, и космонавтом. Что-то получается, я всё это, всё это на какую-то бюджетную сферу меня тянет. Наконец спортсмену приносят еду. Лёгкий салат с курицей. Вот и весь спортивный рацион. Быстро покончив с завтраком, Иван бежит на тренировку. Трапезничать закончили, время тренироваться. Общего в тренировке фигуриста и конькобежца только раздевалка. Здесь Иван одевает спортивную форму и коньки. А дальше тренерское напутствие и репетиция номера с партнёршей. Знаешь, что я поняла сегодня с утра? Как это важно просыпаться умиротворённым. И, по-моему, вот этот парк просто идеальный для этого места. Парк не самое лучшее место, чтобы в нём просыпаться, Алиса. Ну, выразилось не так. Что ты сразу начинаешь? Я просто хотела сказать, что это очень важно. Так правильно начинать день. И, по-моему, вот это место, аптекарский огород, наилучшее. Посмотри, какая здесь свежая зелень, запах цветов и вообще вот эта чудесная атмосфера. Именно это я и хотел услышать от тебя сегодня утром. Ну, ты знаешь, всё-таки есть, конечно же, и минусы. Сразу же отсюда мы с тобой снова попадём в большой и шумный город. Где много интересного. С вами были Алиса Селезнёва, Леонид Марголь. Алиса Селезнёва, Леонид Марголин. Увидимся следующим утром. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова